Всем привет! Это Потрясение, специальный проект участников стрима Starts a Live Revival. Каждую неделю, если только это не праздники, мы рассказываем вам о том, что нас потрясло, удивило, ну или хотя бы обратило на себя внимание в сфере хай-тек, кино и компьютерных игр. Сегодня мы выступаем в следующем составе. Григорий Бобук-Бакунов, IT-эксперт, в недавнем прошлом директор по распространению технологий компании Яндекс. Игорь Игрецкий, кинокритик. Павел Кушелев, гаджетоман и любитель фантастики. Андрей Подшибякин, журналист и писатель, большой опытный эксперт в играх. Совершенно потрясающая новость недели о хакерской атаке на крупнейший в США нефтепровод. Поскольку это потрясение Павла Кушелева, то и начнем с него. Потом продолжим остальными коллегами. А я своим, далеко не таким масштабным, но тоже интересным потрясением, поделюсь в конце ролика. В качестве потрясения расскажу о кибератаке на компанию Colonial Pipeline, которая снабжает топливом половину восточного побережья Америки. Ну, то есть, Атлантического. Там, где Бостон, Нью-Йорк, Флорида. И удивил меня не масштаб атаки. Американцы, понятное дело, кричат про руку Кремля и нападение на критическую инфраструктуру. Там же теперь нехватка бензина. Цены растут. Потрясла меня инфраструктура, если можно так сказать, хакерская. То, как этот бизнес устроен. В прошлом году только американские компании заплатили операторам вирусов-шифровальщиков что-то вроде 7,5 миллиардов долларов. То есть, это огромный бизнес и занимаются им, понятное дело, не одиночки. Еще несколько лет назад русскоязычные хакеры, они главные на этом рынке, начали делать платформы. РСАС. Вымогательство, как сервис. Разрабы пилят инструменты для шифрования, выкачивания данных, общения с клиентом. Ну, так они называют, собственно говоря, атакованных. И системы приема оплаты. Скоринг у них там есть. Оценка того, насколько платежеспособна компания. И стоит ли туда лезть. Сколько денег, собственно, требует. Менеджеры таких платформ подбирают партнеров, которые будут, собственно, атаковать, чтобы были не безбашенные, умненькие, без ухарства. Платформа DarkSide, с которой ломанули американских топливников, пошла даже дальше. У них есть корпоративные скрепы, правила. Они не работают в русскоязычных странах, не атакуют больницы, госсектора от греха подальше, не трогают школы, универы, ведут свой сайт для набора партнеров и для запугивания клиентов. Туда вывешивают данные техконтор, которые не стали платить выкуп. Если атакованные торгуются на бирже, перед публикацией продают данные спекулянтам. Скидки дают за свою временную оплату. В общем, корпоративный подход. Шумиха и повышенное внимание спецслужб им не нужны. Поэтому, когда в США начали кричать про руку Кремля, они даже выпустили пресс-релиз. Мол, нам бы только выкуп. Вы что, какой Кремль? Мы проведем, детские работы с партнерами, чтобы они больше не лезли в критическую инфраструктуру. Не трогали, добавим к списку исключений. Вы просто заплатите, а мы все расшифруем и еще расскажем, где дырки, через которые влезли. Но обязательно нужно заплатить. В общем, что-то вроде воровской гильдии из Терри Пратчета. А, да, вишенка на торте. Дарксайт осенью малую часть уворованного перевел на благотворительность. А теперь не вишенка, а такая вишняга. Брайан Крепт, самый авторитетный, наверное, блогер в инфобезе, советует в Твиттере, как отвести от себя напасть, отвадить русских хакеров. Поставьте, говорит себе, в систему русскую клавиатуру. Дарксайт, мол, и большинство таких же платформ, вымогателей, такие компы обходят стороной. Ну, не знаю, говорят, иногда и правда работают. Всем привет! Сегодня я из Москвы. Погода в Москве просто отвратительная. Поэтому пришлось записываться из гостиницы. Простите уж меня. Но сегодня я хочу рассказать вам о действительно потрясающем событии. Ребята из Intel Labs сделали такую систему улучшения видеоизображений, которые синтезируются, но, например, в первую очередь в компьютерных играх, что смотреть на нее без какого-то бурного восторга, мне кажется, совершенно невозможно. Что они сделали? Они взяли довольно старую игру GTA 5, движок от нее в первую очередь, конечно, и натянули стили от реальных видео и фотоизображений из двух больших проектов. Один из них называется Cityscape, второй называется Mapillary Vision, если я правильно помню. Для того, чтобы, по большому счету, стилизовать видео из компьютерной игры под реальное видеоизображение. И получилось, ну, я бы сказал, максимально фотореалистично. Гораздо реалистичнее, чем то, что вы видите в GTA 5. Тем более, что, напомню, GTA 5 очень старая игра, она 13-го года. Почему у меня такой бурный восторг? Ну, во-первых, потому что подобный подход позволит получать фотореалистичные игры и максимально реалистичные игры совсем маленькими коллективами. Можно больше не мучиться с текстурами и освещением, все это сделает нейронная сеть. Можно вообще, в принципе, не заморачиваться за очень точное моделирование, потому что нейронная сеть сама дотянет ваши модельки до того изображения, которое мы привыкли видеть своими глазами. Можно не перерисовывать огромное количество текстур или огромное количество источников света, а для каждого конкретного региона просто натянуть тот датасет видео и фотоизображений, которые подходят к этому региону. Если вы обратите внимание, ребята сгенерировали два разных набора видео. Одно из них с скином от Cityscape, который снят в Берлине, и это очень хорошо заметно, потому что это очень пасмурный город. А второй, Мипидрио Вижн, они выбрали большую часть Калифорнии, и по нему видно, что это красивая, зеленая, сочная Калифорния. Я в полном восторге. Я надеюсь, что и вы тоже будете в полном восторге. А через 2-3 года, ну, может быть, через 4, хорошо. Все эти технологии мы увидим уже в реальных играх. И, конечно, я просто жду того момента, когда этим всем можно будет насладиться. До этого нас ждет утомительный процесс создания датасетов. Потому что те датасеты, которые взяли ребята, они, конечно, далеки от совершенства. Один из них собран на мобильных телефонах и, конечно, просто не очень высокого качества. А второй, Cityscape, создан одной конкретной компанией, в первую очередь, Мерседес. И по этой причине на некоторых видео, на некоторых кадрах заметен маленький логотипчик Мерседеса. Дело в том, что Cityscape собирали свой датасет прямо из автомобиля с помощью специальных камер, установленных в нем. И просто логотип Мерседеса иногда отражался в стекле, в капоте, еще в чем-то. В общем, конечно, все это пока не настоящее решение. Но мы их очень ждем. И я уверен, это будущее будет прямо потрясающим. Дело в том, что потрясающей новостью стало то, что Том Круз вернул все три статуэтки золотого глобуса и его организаторов. Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованная при Голливуде, скажем так, включает 86 членов и ни одного темнокожего или дискриминируемого, в общем, человека. И как бы это стало основанием для того, чтобы не только Том Круз, но и Netflix, и даже Warner Media отказались сотрудничать с этой организацией. Хотя мы знаем, что лауреат золотого глобуса это очень престижный, как бы, титул. Но вот смотрите, 86 белых присуждают по непонятным причинам свои всякие премии и так далее, совершенно не учитывая интереса меньшинств. Однако, вот я скажу, когда я был в Каннах много-много раз, там примерно 5000, 5000 где-то так журналистов аккредитовано. И вот ходил я по этим Каннам и всегда думал, где же, собственно, вот эти дискриминируемые меньшинства среди них. Ну, может быть, из 5000 пару человек действительно с темной кожей. Ну, может быть, кто-то, хотя я в этом не уверен, все-таки придерживаются каких-то нетрадиционных ценностей. Ну, в общем, видимо, как-то журналисты не идут вот по тому пути, чтобы обязательно стать кинокритиками или обозревателями именно из-за того, что они дискриминируемы. И поэтому, конечно, такие резкие поступки, как у Тома Круза, они вызывают некоторое, я бы сказал так, удивление. Но это потрясающе. Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Андрей Подшебякин по-прежнему. Я разговариваю с вами из города Пермь, вон там набежная реки Камы. Прекрасное утро сегодня. Что меня потрясло за отчетный период? Ну, наверное, там несколько вещей, но остановимся на следующем, что, как стало известно буквально вчера, новые Gears и новые Fable будут делаться на технологии Unreal 5. Их разработчики специально попросили подождать и никаких анонсов в ближайшее время от них не ждать. Это значит, что соответствующих игр мы с вами от них не увидим еще, ну, я думаю, год-два тогда же, наверное. Потому что Unreal 5 разработчикам еще в руки не выдают, насколько я знаю, и когда это произойдет, неизвестно. В общем, я в таком потрясенном и джетлаговом состоянии и буду все равно этих игр очень ждать. Ну, вот и мой черед. Я большой поклонник приложения Clubhouse, которое в начале года, как метеор, боролось в нашу жизнь. Впрочем, почти так же быстро из нее практически исчезло. Clubhouse в России, что называется, сдулся. Комнаты теперь собирают не по несколько тысяч, а всего по несколько десятков человек. А уж людей известных и интересных, которых раньше можно было встретить чуть ли не в каждом обсуждении, теперь буквально днем с огнем. И одну из причин называют платформенную ограниченность. Clubhouse уж очень не торопился выйти на Android, а с одними айфонами большую аудиторию в нашей стране не соберешь. И вот, наконец, на днях Clubhouse сообщил, что выходит и на Android. Правда, пока только в США. Оживит ли это интерес к некогда самому модному приложению? К моему огромному сожалению, вряд ли. Момент упущен, хайп прошел возродить его снова. Даже непонятно как. В США, где эта проблема стоит не так остро, будут денежно стимулировать авторов лучших шоу. Российский рынок для Clubhouse небольшой. Вряд ли он будет еще и в него таким образом вкладываться. Появятся ли здешние игроки, которые увидят для себя перспективы в этой аудио-соцсети. Тоже не очень верится. А жалко. Возможно, не мне говорить, но с разговорным радио в России довольно скверно. И подобный сервис мог бы составить достойную конкуренцию. Тем более, функционал его гораздо шире. Это такой радио, с которым можно при желании поговорить. В котором, опять же, при желании можно сделать самому свое собственное шоу. Впрочем, обычно свято место пусто не бывает. И на смену одному проекту, которому что-то не удалось, рано или поздно приходит другой. Тем, собственно, и жив интернет. Так что голосовые или чаты Телеграма, проекты Твиттера или Фейсбука, или вообще какого-то нового игрока, или воскрешение самого Клабхауса, что-нибудь обязательно выстрелить. Вот увидите. Причем, надеюсь, увидите в одном из роликов потрясения. В эту субботу мы ждем вас в стриме Старца Лайф в 18.00 по Москве. В комментариях к этому ролику мы ждем рекомендаций по темам на стрим. Вопросы к нему уже принимаются. Не стесняйтесь перейти по ссылке в описании. Подписка, лайки, беспокойство колокольчика. Все приветствуется.